Привет, друзья! С вами Александр Кушнарь на Ньюсейдр. Сегодня 6 август. Украина перехватывает стратегическую инициативу у российской армии и вынуждает ее перераспределять силы в ответ на украинские контрнаступательные операции. Об этом говорится в докладе Вашингтонского института изучения войны, одной из самых беспристрастных аналитических организаций, наблюдающих за этой бойней, которую развязал бучанский мясник Владимир Путин. Как подчеркивают американские эксперты, командование агрессора из-за опасений украинского контрнаступления все чаще перебрасывает личный состав и технику на южное направление, вынужденно ослабляя свою группировку на Донбассе и лишая себя возможности штурмовать те же Славянск и Северск. Согласно отчету, эта история отличается от переброски российских войск из Харьковской области на Луганской направлении, которое состоялось в мае. Тогда кремлевские военные преступники совершили этот маневр по собственной инициативе, целью которой был тогда захват Луганщины. Ну а передвижения захватчиков по украинской территории не были тогда скованы в УСУ, хоть те и заставили противника отойти от Киева. Но на этот раз, говорится в ежедневной публикации института, все иначе. Россияне передислоцируют свои войска с Востока в Херсонскую и Запорожскую области не по своему желанию, а именно потому, что такие шаги им навязывают сейчас украинские защитники. Цитирую доклад. «Подготовка Украины к контрнаступлению в Херсоне в сочетании с резким ослаблением российских сил, по всей видимости, впервые позволили Украине самой начать активно формировать ход войны», заявили авторы исследований. По их словам, теперь у украинских войск есть шанс поставить вторгшихся к ним людоедов перед трудным выбором. Если ВСУ смогут сейчас надавить на изюмском направлении и одновременно продолжать контрнаступление на том же Херсоне, то российским войскам придется выбирать, отказаться ли им от изюма ради защиты своих линий снабжения восточнее и севернее, либо перебрасывать силы на тот фронт ценой ослабления других фронтов. Сводка Американского института в точности соответствует последним новостям с фронта. Как раз 5 августа глава Харьковской обл. администрации Алексей Негубов в своем докладе рассказал, что ВСУ освободили село Дмитровка в Изюмском районе, уничтожив там большое количество техники и пехоты противника. Ну а теперь, после укрепления позиций, ВСУ занимают выгодные рубежи в этом районе. В то же время западные эксперты все ниже оценивают шансы россиян захватить ключевые города Донбасса. Очевидно, по причине как раз нехватки сил, которые России приходится перебрасывать на южное направление, где Украина продолжает готовить почву для масштабного контрнаступления. В качестве иллюстрации того, почему россиянам будет все сложнее продвигаться на том же Донбассе, мы рассмотрим, собственно, на примере недавней истории возле Славянска, где была разбита группа захватчиков. Как выяснилось, из-за больших потерь российской армии, командование агрессора бросает на передовую совершенно неподготовленных солдат, которые бегут с поля боя при первой возможности. Документы, которые были захвачены украинскими военными после этого боя на славянском направлении, опубликовал в своем фейсбуке военный корреспондент и главный редактор Цензорнет Юрий Бутусов. По его словам, из этих бумаг следует, что 752-й мотострелковый полк вооруженных сил России бросил два опорника под Славянском и трупы новобранцев, а при них был обнаружен контракт на 6 месяцев без всякой подготовки и справки от психиатра в кармане, между прочим. Без столкновения произошло 3 августа. Соответствующие фото убитых оккупантов опубликовала 81-й десантно-штурмовая бригада ВСУ. По словам Бутусов, враг попросту в панике побежал сразу после начала перестрелки. И это самая примечательная деталь. Как указывает Бутусов, все с 16 июля в этом же районе те же десантники 81-й штурмовой уничтожили другую группу российских военных. Подразделение из 67-го полка 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии, которая в свою очередь базируется аж на оккупированных японских, ну то есть Курильских островах. Она призвана, по идее, защищать вот эти острова от Японии. То есть получается, что из-за огромных потерь россиянам в атаку на Славянск пришлось посылать, я цитирую Бутусова, даже курильских сидельцев из самой отдаленной точки России, которых вообще не готовили когда-либо кого-либо штурмовать. И вот, говорит Бутусов, 3 августа, то есть спустя всего три недели после разгрома вот того самого 67-го полка, стало понятно, что российское командование решило вывести из Донбасса этот полк просто потому, что его изрядно потрепали. Ну а сам этот полк, очевидно, был не готов к поставленным задачам. И кого же, получается, поставили вместо этого полка, задается вопросом Бутусов. И отвечает, документы, найденные на телах уничтоженных 3 августа россиян показывают следующее. 29-летний москвич Дмитрий Селянин, согласно штампу военного комиссариата Москвы, получил военный билет всего лишь 1 июля, после чего он должен был пройти процедуру оформления и прибыть в воинскую часть. И на все это потребовалось время. И вот уже 3 августа он стал трупом. Таким образом, делает вывод Бутусов, никакой подготовки конкретный этот солдат пройти не успел, поскольку на передовые позиции Селянин прибыл как минимум буквально две недели назад. Другой комплект документов был на трупе у Игоря Давыдова. Это 44-летний уроженец эстонской Нарвы, согласно свидетельству о рождении. И именно оно, вот это свидетельство, оказалось при нем, но вовсе не паспорт. При нем же нашли, опять же, 6-месячный контракт о прохождении воинской службы, а также, что важно, справка от психиатра, которая называется так. Так, заключение по результатам изучения индивидуальных особенностей. Эта справка была подписана психиатром совсем недавно, 7 июля, то есть непосредственно перед отправкой на фронт, опять же. Ясно, что после выдачи этой справки, вот этому солдату предстояло оформиться еще на службу, заключить контракт, направиться на место службы, затем на фронт и, наконец, потом на передовые позиции. На все это должно было уйти как раз около месяца, и, соответственно, времени на подготовку, как и у селянина, фактически у Давыдова не было. То есть из кабинета врача его буквально сразу отправили убивать украинцев. Итак, оба персонажа поехали в 752-й полк в одной команде. Оба были 6-месячниками, и оба попали под пули, не успев пройти даже базовых военных тренировок. Ну что еще более интересно, это то, а в чем заключаются так называемые индивидуальные особенности одного из этих бандитов. Согласно вот этой справке, Давыдов характеризуется как авантюрист с низким уровнем амбиции, целеустремленности и настойчивости. Привожу фрагмент из этой справки. Легкая отвлекаемость, неорганизованность, импульсивность, готовность экспериментировать без обдумывания возможных последствий, несосредоточенность, слабоволие, нерадивость. Такой человек часто бросает начатое дело, так как легко увлекается другими идеями и слабо контролирует собственные импульсы. Для индивида характерна некоторая небрежность в делах, сниженная ответственность и пунктуальность, гибкость по отношению к соблюдению социальных норм. Он может проявить безразличие к нужным и бедам людей, не связанных с ним близкими отношениями. Самооценка понижена, суицидальный риск выше среднего, имеются положительные признаки наследственности в семье. Говорится вот в этом документе, который был подписан офицером, психологом Ефимовым и начальником пункта по отбору майором Юдочкиным. Батусов не сомневается, и мы вместе с ним, что низкая самооценка подтверждается уже тем, что Давыдов не постеснялся даже носить вот эту справку при себе. Журналист делает следующие выводы из увиденного. Во-первых, в ходе тяжелых боев под Славянском противник несет большие потери и части быстро теряют боеспособность, а потому и ротации происходят часто на этом направлении. Противнику тоже очень тяжело, его силы тоже, как и у ВСУ, на пределе, а желающих ехать на войну не хватает. Во-вторых, российское командование резко снизило требования к качеству пополнений в свои лучшие кадровые дивизии, ведь фактически берут людей с очень сомнительными личными качествами. В-третьих, пополнения направляются фактически без всякой подготовки, с короткими контрактами, а потому сразу с пункта отбора их бросают на фронт. Российские командиры относятся к людям как к пошишеному мясу, собственно, и неудивительно. И это несмотря на превосходство в технике и боеприпасах в десятки раз над ВСУ. До конца четвертой, внезапные атаки, либо точные обстрелы против таких вот рекрутов, это лучшая тактика, поскольку такие неподготовленные люди имеют весьма низкую боеспособность и теряются при любой неожиданности и внезапном изменении обстановки. Итак, с учетом сказанного становится ясно, что с Восточным фронтом у россиян на самом деле огромные проблемы, а усугубляются они тем, что российские войска, как мы уже и говорили выше, сейчас вынуждены перетягивать свои силы на юг Украины из-за украинского давления на этом направлении. Именно об этом говорится в новом докладе британской разведки. Согласно этому отчету, в ближайшее время начнется новая фаза войны, в которой основной фронт протяженностью около 350 километров протянется от Запорожья до Херсона. То да, по данным британцев, в эти дни тянутся длинные колонны российских военных грузовиков, танков, артиллерии и другого вооружения, удаляясь от Донбасса. Английские аналитики говорят, что украинские войска продолжают бить по тылам противника, выбирая в качестве целей мосты, склады с боеприпасами и железнодорожные узлы вот в этом регионе, чтобы усложнить для россиян логистику группировки. Последние 48 часов подтверждают эти выводы. По данным командования ВСУ, только за минувшие двое суток на всех направлениях украинские военные ликвидировали две базы врага и почти 10 складов с боеприпасами. А только на южном направлении украинским войскам удалось поразить за эти два дня базу и уничтожить 9 складов с боеприпасами. Соответствующие фото и видео, подтверждающие эти атаки и многочисленные дымовые столбы на горизонте, вы найдете в моем телеграм-канале по ссылке в описании к этому ролику. Ну а возвращаясь к подробностям того, а что же удалось украинским военным уничтожить на юге? Скажем следующее. Они поразили там 6 опорных пунктов россиян. Порядка 30 единиц бронированной и автомобильной техники, 4 танка Т-72, 3 артиллерийских орудия большого калибра, командно-штабную машину, миномет, свыше сотни оккупантов, а также, внимание, аж 4 зенитно-ракетных комплекса С-300 и 2 радиолокационные станции, которые, по идее, должны обслуживать подобные ЗРК. Последний момент особенно интересен. Как сообщали ранее представители украинских властей, ВСУ недавно получили первые антирадарные ракеты от Пентагона, предназначенные как раз-таки для нейтрализации одного из ключевых преимуществ России в этой войне, то есть нейтрализации систем ПВО России. Неизвестно, применялось ли это орудие, то есть антирадарные ракеты, на юге, вот в конкретный момент, о котором мы сейчас говорим, но характер уничтоженной техники позволяет предположить, что, вероятно, так и было. Теоретически, сначала противорадиолокационная ракета ослепляет радар, а затем, когда противовоздушный комплекс ослеплен, та же самая авиация ВСУ может спокойно закопать системы ПВО в соответствующем районе. Трудно представить другое объяснение тому, почему за минувшие сутки было ликвидировано рекордное число российских ЗРК С-300 вместе с теми самыми радиолокационными станциями, которые как раз и должны были бы выполнять функцию глаз для российской ПВО. С другой стороны, конечно, не исключено, что ликвидированные С-300 могли выполнять не только и даже не столько противовоздушную роль, сколько роль наступательной техники. Не секрет, что в последние недели оккупанты все чаще используют на южном направлении вот именно эти комплексы не для поражения воздушных целей, а для нанесения именно ударов по земле, то есть как какие-нибудь смерчи и ураганы, с аналогичной же низкой точностью. Эксперты не сомневаются, что на такой шаг захватчики пошли не от хорошей жизни. Их запасы снарядов, используемых в стандартных системах ракетно-залпового огня, попросту заканчиваются. Ну а от себя добавить. Очевидно, что истощение боеприпасов тем же смерчем у России наступило вскоре после того, как хаймарцы начали системно работать по российским складам с боеприпасами у линии фронта. Поэтому не исключено, что и эти неуловимые машины внесли свой вклад. Впрочем, какую бы функцию не выполняли С-300, выведение строя сразу четырех таких машин всего лишь за один день, это в любом случае серьезный сигнал для российской армии, которая должна была бы сейчас начать соображать, что теперь в ИСУ получили возможность уничтожать самые разрушительные орудия России, способные вести огонь за пределами досягаемости ствольной артиллерии, то есть за десятки километров от соответствующей линии. Начальник пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что сейчас ВСУ активно координирует свои действия с партизанами на юге и уже скоро должны появиться значимые результаты совместной работы. Вот что она сказала о партизанском движении, цитирую, «наше огневое поражение и их внутренний огонь во всех смыслах очень результативны. В ближайшее время вы увидите именно те результаты, которые подчеркнут то, что мы действуем вместе», — сказала она. В свою очередь секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Украины Алексей Данилов призвал набраться терпения относительно контрнаступления ВСУ, напомнив, что точно так же ВСУ в свое время освободили три области — Киевскую, Черниговскую и Сумскую, но и тогда нужно было набраться терпения. Я цитирую его. «Военные знают свое дело, знают, когда им нужно начинать и, главное, как быстро и как с наименьшим количеством потерь освобождать наши территории от оккупанта», — подчеркнул он, призвав диванных экспертов перестать давать какие-то прогнозы. О том, что Запад и особенно США сейчас сделают все, чтобы поддержать инициативу ВСУ, свидетельствует очередной анонсированный пакет военной помощи от Америки, который, как считается, будет официально объявлен в понедельник. При всей осторожности нынешней американской администрации нужно заметить, что это действительно очень сильный шаг. На этот раз речь идет о поставках на 1 миллиард долларов, который приблизит общую сумму американской помощи Украине до почти 10 миллиардов. Дело не только в размере этого транша, который является одним из самых больших за все время полномасштабного российского вторжения, но дело еще и в том, что содержимое этого пакета особенно интересное. Туда войдут очередные партии ракет для хаймарсов, 50 медицинских версий БМП М113, а также боеприпасы для передовых систем Нессамс, тех самых систем ПВО, которые, по всей видимости, уже вошли в Украину чуть ранее в количестве двух батарей. В настоящее время на вооружении ВСУ стоят уже 200 единиц американских БМП М113, 16 систем Хаймарс, а также около шести аналогичных ракетных комплексов из других стран, три системы М270 из Британии и столько же систем Марс-2 из Германии. Таким образом, украинцы активно используют уже не менее 23 ракетных высокоточных дальнобойных систем, способных стрелять ракетами М30 с дальностью порядка 80 километров, что очевидно сказывается на состоянии фронтовых дел и наводит истинный ужас на оккупантов, если судить по аудиоперехватам, из которых следует, что агрессоры крайне деморализованы снижением доступных им снарядов, да и вообще тем, что в любой момент им на голову может упасть ракета Хаймарс. Благодаря указанным вооружениям за последний месяц ВСУ отодвинули линию фронта от одного из ключевых городов Украины на юге, Николаева, на 2 километра. Да, это, конечно, на самом деле довольно мало, но достаточно, чтобы российские силы начали нервничать. По этой причине, пишет теперь газета The Times, российское командование стянуло 25 тысяч своих военных на юг Украины, из которых 10 тысяч находятся на западном берегу Днепра. Как указывает газета, их цель окружить Николаев. Несмотря на очевидную невозможность взять сам этот город, только за последние недели в регион были переброшены 9 российских подразделений из Донбасса и Крыма численностью по 500-800 человек. Чего добивается враг? Издание пишет, что как минимум россияне хотели бы оттеснить украинцев подальше от мостов через Днепр, чтобы ВСУ не могли достать Хаймарсами до мостов. Мы стоим на пороге следующей фазы войны, и она будет крайне интенсивной. Ясно одно, россияне могут забыть про темпы продвижения, которые они имели ранее. Я напомню, что в течение месяца с середины мая по середину июня россиянам удалось захватить почти всю Луганщину с двумя крупными городами, потому что тогда в ВСУ не было ни Хаймарсов, ни других систем, которые они получили чуть позже. Ну а начиная с конца июня, когда на фронте заработали западные РСЗО, все изменилось. Интенсивность стрельбы и продвижения россиян снизились в разы, и за последние полтора месяца они почти не продвинулись. А те территориальные завоевания, которые все же удались россиянам, намного ниже июньских завоеваний и совершенно не соответствуют артиллерийскому потенциалу россиян. Дальнейший ход событий будет зависеть от того, насколько быстро пойдут новые передовые вооружения из США в Украину. А в первую очередь, конечно, те же антирадарные ракеты и авиация, без которых никакое масштабное контрнаступление, конечно, невозможно, как невозможная и эффективная оборона Украины на Донбассе, где российские войска все еще наступают. Наступают даже теперь, когда сил у них все меньше, и эти силы все менее качественны. Это в смысле подарок от той же Северной Македонии, которая, как стало известно на днях, отдала Украине 30 танков и 4 авиационных штурмовика. Это только первый шаг. Основные подарки, конечно, должны поступить от США. Боевые самолеты А-10 и Ф-16 это то, что призвано сломать фронт россиян. Теперь это уже не вопрос, будут ли вот эти подарки, а только вопрос, когда. И это очень важный вопрос, потому что время это самый ценный ресурс в этой войне, как мы уже неоднократно и говорили. Спасибо, друзья, за то, что остаетесь с нами. Подписывайтесь и поддержите украинскую армию, а также при желании наш канал через ссылки на те ресурсы, которые я даю в описании к этому видео. PayPal, Patreon, банковский счет и прочее. Там же найдете и ссылку на мой телеграм-канал, где я делюсь с вами своими аналитическими соображениями, а также фотографиями и видеозаписями из фронтов, которые я не могу размещать на этом канале из-за ограничений, которые накладывает YouTube. И говорю, как всегда, всем тем, кто нам оказывает поддержку, огромное спасибо. Благодаря вам мы делаем эти материалы и повышаем их качество. Мира и здоровья вам! До скорого!